В прошлом году участников было немного, но этот год организаторов порадовал. 250 казачат из разных регионов нашей страны приняли участие в своеобразной подготовке к службе в армии. Казачий сполох – это такая вот всероссийская игра, да, то есть там больше командности. Там они показывают визитную карточку, они представляют кадетский корпус. Они – полоса препятствий, что немаловажно для службы в вооруженных силах. Спортивное ориентирование, рубка шашкой лозы и так далее. То есть вот эти элементы, которые очень близки казачьей тематике, в общем-то все выходит оттуда, имеет историческую подоплеку. Что касается спартакяды до призывной молодежи, там комплекс несколько иной. Там конкретные виды, подтягивание на перекладине, бег на казачью версту, конная подготовка, стрельба, армейский рукопашный бой опять же. То есть несколько видов иные, но еще раз повторюсь, цели едины. Кубанские кадеты выступили достойно, а трудностей было хоть отбавляй. Николай Шанявский учится последний год в казачьем классе. На следующий год планирует уехать в Москву и поступить в первый казачий университет имени Разумовского. Мы в совсем другой уровне по сравнению со школьниками. У нас к нам более жесткие требования по учебе, по дисциплине. Также у нас гораздо больше дополнительных кружков и секций, в отличие от наших сверстников. Эмоции масса, все они положительные. Очень понравилось. Хотелось бы приехать еще, но не получится уже, к сожалению. Глядя на юных казачат, можно смело сказать, их спортивная подготовка, что надо, и крепкий боевой дух тоже. Командир команды Забайкальского казачьего общества Иван Заиграев – казак потомственный. У меня хорошее впечатление от игр. Но от казачьего сполоха до призывной казачьей молодежи мне в смене все понравилось. Понравились все соревнования, разные мероприятия. В общекомандном зачете казачьего сполоха команда Кубанского казачьего общества заняла первое место. Призовые места у команд Забайкальского казачьего общества, Донского и Оренбургского. Вместе с кубками и грамотами ребята увезут в свои города яркие эмоции. Многие нашли здесь новых друзей, поэтому с удовольствием вернутся в смену через год.